Удар по Ченгарскому мосту и новая риторика Киева. Как развивается ситуация вокруг контрнаступления ВСУ. Утром 22 июня вооруженные силы Украины нанесли удар по Ченгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым. По предварительной информации, ВСУ использовали дальнобойные ракеты «Штормшедоу», которые Киев получил от Великобритании. Ситуация в зоне СВО сегодня обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с Совбезом. Российский лидер констатировал, что наступательный потенциал украинской армии не исчерпан, и российские командиры должны сходить из реалий. Между тем, в последние дни заметно изменилась риторика Киева касательно хода боевых действий. О том, как развивается ситуация вокруг украинского контрнаступления, рассказываем в обзоре Билта. Один из трех путей в Крым, что известно об ударе ВСУ по Ченгарскому мосту. Рано утром 22 июня в Рио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия обстреляла мосты на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Удар пришелся по Ченгарскому мосту, через который проходит один из трех путей в Крым из Запорожской и Херсонской областей. Также был поврежден мост через залив Сиваш, который не использовался. По информации Следственного комитета России, украинские военные запустили в общей сложности четыре ракеты. На месте удары были обнаружены осколки снаряда с французской маркировкой. Предполагается, что речь идет о Storm Shadow. Это англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности. Еще в начале мая Великобритания сообщила о передаче данного типа ракет Киеву. В настоящее время экспертизу осколков ракеты проводят российские взрывотехники. В результате атаки жертв и пострадавших нет. Однако повреждено дорожное покрытие. Движение через Ченгарский мост приостановлено. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что мост поврежден незначительно и должен быть оперативно восстановлен. Эту информацию подтвердил и Владимир Сальдо. По его словам, в настоящее время из Ростовской области уже направлены специалисты для восстановления моста. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС, что удар украинской армии по Ченгарскому мосту незначительно отразится на поставках товаров в Запорожскую область. «Некритично, но повлияет. Стоимость поставок товаров и время поставок увеличится из Крыма и в Крым, потому что транспортное плечо увеличится. Лишний час в дороге все равно скажется с точки зрения затрат человеческих ресурсов, топлива и т.д.», – рассказал Рогов. Он также предположил, что ВСУ хотят полностью прервать транспортное сообщение на Ченгарском направлении. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, работа сухопутного коридора через новые регионы не нарушена. Крым с Херсонской областью соединяют три пункта пропуска – два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора. «Пока идет обследование конструкции Ченгарского моста, просим выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую области маршрут через город Армянск», – написал Крычков в своем телеграм-канале. Атаку по Ченгарскому мосту прокомментировали и в украинской разведке. Соответствующим заявлением выступил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. «Сейчас идет работа, и она будет продолжена. Это планомерная работа. Продолжение следует», – заявил Юсов. Вместе с тем он прямо не признал причастность украинской армии к удару. В свою очередь, глава Херсонской области Владимир Сальдо обратил внимание, что удар по мосту был нанесен в годовщину начала Великой Отечественной войны. «Символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией. Ну и конец у них будет одинаковый», – заявил Сальдо. Он отметил, что эта атака является совершенно бессмысленным действием, осуществленным Киевом по указке из Лондона. «На ходе спецоперации это никак не отразится. Есть другие сухопутные пути в Крым», – добавил Сальдо. Напомним, что на этой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия планирует нанести удары по российской территории ракетами «Хаймарс» и «Штормшедоу». Министр предупредил, что использование данных вооружений вне зоны СВО повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений в Украине. Наступательный потенциал не исчерпан. Как складывается ситуация в зоне СВО? Ситуация в зоне СВО обсуждалась сегодня на оперативном совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза, сообщает ТАСС. Российский лидер заявил, что наступательный потенциал украинской армии не исчерпан. Ряд стратегических резервов пока не задействован. Поэтому российские командиры при построении боевой работы должны исходить из реалий. Потери ВСУ говорят о том, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца, указал Путин. По данным Минобороны Совбеза, потери ВСУ в личном составе превысили 13 тысяч человек. Секретарь Совбеза безопасности РФ Николай Патрушев доложил об уничтожении с начала контрнаступления ВСУ 13 западных танков и 59 бронемашин пехоты. С 4 июня мы более внимательно смотрим на эту информацию, как ВСУ объявили, что начали контрнаступление. На сегодня мы владеем следующими данными. С 4 по 21 июня уничтожили 246 танков, в том числе 13 западных. Боевые бронированные машины и бронеавтомобили – 595, в том числе БМП – 152 единицы, западных – 59. Боевые бронированные машины – 443 единицы. Орудия боевой артиллерии и минометы – 279 единиц, из них западных – 48. Ракета систем залпового огня – 42 единицы. Зенитные ракетные комплексы – 2 единицы. Тактические истребители – 10 единиц. Вертолеты – 4 единицы. БПЛА – 264 единицы. Автомобильная техника – 424 единицы, сообщил Патрушев. В свою очередь Сергей Шойгу заявил, что подавляющее большинство западной техники, поставляемой ВСУ, является вооружением прошлого поколения и не представляет угрозы для российской армии. С учетом озвученных потерь мы понимаем, что количество вооружения иностранного производства, которое будет поставлено и уже поставлено ВСУ, существенным образом не повлияет на ведение боевых действий. Особенно учитывая то, что подавляющее число машин прошлого поколения, мы не видим здесь каких-либо угроз, сказал Шойгу. Глава Минобороны отметил, что украинская армия понесла значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий и в настоящее время занимается перегруппировкой. Вместе с тем, несмотря на большие потери, ВСУ все еще имеет силы для дальнейших попыток наступательных действий и готовиться к ним, констатировал министр. Шойгу также доложил Путину, что формирование резервов Вооруженных сил России в составе отдельной армии завершится к концу июня. Российская армия фактически получает целый полк каждые сутки за счет поступающих на службу по контракту, сообщил Шойгу. Частичный успех, что говорится в сводках Генштаба ВСУ. Между тем, украинская армия продолжает сообщать о частичном успехе на запорожском направлении. Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, цитирует спикера Генштаба Украины Андрей Ковалева из «Дание страна». На Лиманском направлении ВСУ также заявляют о частичном успехе. По словам Ковалева, наступление велось в направлении населенных пунктов Белогоровка и Деброва. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах. Однако эта информация расходится с данными украинских СМИ, полученными от источников ВСУ. Так, издание «Украинская правда» сообщило, что ситуация на Лиманском направлении сложнее, чем говорится в официальном заявлении Генштаба Украины. Источники утверждают, что украинские войска теряют позиции в лесу под Кременной. Одному из подразделений ВСУ пришлось отступить из-за сильных атак российской армии. Замминистра обороны Украины Анна Моляр подтвердила, что ВСУ в минувшие сутки сдерживали масштабные наступления россиян на Лиманском направлении. В свою очередь, замдиректора Департамента Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что российские войска пытаются возобновить наступление на восточном направлении, чтобы отвлечь резервы ВСУ с юга. По его словам, российские военные на прошлой неделе проводили штурмовые действия на Купянском, Лиманском и Северском направлениях. Медленнее, чем хотелось бы. Как изменилась риторика Киева касательно контрнаступления? Киев уже несколько дней подряд демонстрирует изменение риторики по контрнаступлению на юге. Если раньше главным тезисом была тишина, которую нужно соблюдать, чтобы не мешать ВСУ, то сейчас нарратив другой. Наступление идет, но легким оно не будет, пишет страна. Так, замминистра обороны Моляра заявила, что ВСУ наступают на юге постепенно и небольшими шагами. «Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с яростным сопротивлением», – сообщила она. Тему контрнаступления в интервью BBC прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, операция идет медленнее, чем хотелось бы. В том числе и потому, что россияне заминировали 200 тысяч квадратных километров территории. На замечание журналиста о том, что за успехами Украины пристально следят США, Зеленский, по сути, подтвердил, что контрнаступление нужно, чтобы мотивировать союзников оказывать помощь. «Для нас очень важно двигаться вперед, потому что мы должны мотивировать не только нашу армию, но и наших западных союзников. Помощь может быть замедлена или увеличена. Если честно, помощь зависит от нашего продвижения вперед. От этого зависит многое», – заявил Зеленский. Также он признал, что и украинцы от контрнаступления ожидали очень многого. «Кто-то наблюдает за этим, как за голливудским фильмом, но на самом деле все происходит не так», – сказал Зеленский. Таким образом, со стороны Зеленского звучат достаточно сдержанные оценки достижений на фронте. Тем не менее, он повторил свой тезис, что не пойдет на переговоры за счет отказа от украинских территорий, тем самым выражая готовность продолжить воевать. Тем временем, в Пентагоне признали, что Украина несет значительные потери, однако указали, что это часть войны. «Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя они будут. Это является печальной частью этой войны», – подытожила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.